В Павлодаре прошел первый этап конкурса «Жигат Султана». Молодые парни из разных уголков области соревновались в умственных, силовых и творческих навыках. Конкурс был организован Центром народного творчества «Шанерак» совместно с Культурно-досуговым центром Майского района, руководители которого будут ждать прошедших первый отбор ребят на второй этап конкурса в селе Коктубе. Мы впервые проводим областной конкурс «Жигат Султана» среди молодых парней нашего региона, возраст от 18 до 35 лет. И цель этого конкурса – выявить самых лучших, смелых, отзывчивых, спортивно сложенных и придать им поколение нашей забытой традиции, обряды. И я желаю всем участникам успехов, чтобы прошли этот кастинг и в дальнейшем участвовали в этом конкурсе. По итогам данной части соревнования было отобрано 14 человек. Всего на конкурс поступило порядка 30 заявок. Среди участников было много учителей из разных школ области, за редким исключением, таким, как, например, Динхан Ка-Ким Сиит. Узнал я об этом мероприятии благодаря своему учителю, Роскарату Хайдаровичу. Решил участвовать, чтобы проверить себя. И смотрю, среди участников я здесь самый молодой. Думаю, несмотря на столь юный возраст, я смогу что-то показать. Хочу удивить всех своим талантом игры на дамбре. Смотр проходил в несколько этапов. Самый первый – визитка. Участники рассказывали о себе и о своих хобби. Затем они демонстрировали разнообразные творческие номера. В них входили песни, танцы, стихотворения и постановки. Далее следовала викторина, в которой определялся уровень познаний в казахской литературе и истории Казахстана. В заключительном этапе участникам предстояло несколько раз поднять гирю весом 24 килограмма. Ну, как человек разносторонний, можно сказать, я сам по себе с детства. И вот, хотел поучаствовать. Стрёмку отправил, и я, почему ему нет, себя проверить в таких состязаниях. Думаю, я смогу выйти в финал и показать хорошее выступление. Призовой фонд конкурса довольно высокий. Финалистов ожидают ценные награды. Такие смотры необходимы для акцентирования ценностей казахской культуры и воспитания уважения к языку и истории, сознания молодёжи.